Власти Новосибирска взялись за модернизацию трамвайной сети. До внедрения скоростного трамвая руки пока так и не дошли. Сейчас решили усовершенствовать хотя бы то, что давно построено. Сегодня работы ведут на пересечении улиц Вертковска и Сибирьков-Гвардейцев. И уже к концу июля трамваи смогут поворачивать в этом месте не только направо в сторону Совсибири, но и налево к площади Маркса. Это позволит значительно сократить длину некоторых маршрутов. Что еще можно сделать для модернизации одного из самых эффективных во всем мире, но такого отсталого в нашей стране вида транспорта? Пока скоростной трамвай в Новосибирске всего лишь проект, городские власти решили привести в порядок существующую трамвайную сеть. Ренессанс рельсового электротранспорта начался в прошлом году. Впервые за долгие годы отремонтировали пути на нескольких улицах. Восстановили кольцо на площади Маркса. В этом году реконструируют перекресток Вертковской и Сибиряков-гвардейцев. Направление будет со стороны улицы Вертковского, уезжая до Карла Маркса, что важно, чтобы люди к метро попадали. И, соответственно, в обратном направлении от метро до Вертковской будет уходить возможность. То есть на кольце разворачиваясь на Карла Маркса и опять можем уходить по улице Вертковской. Там, где, собственно говоря, трамваи идут и не мешают транспорту. Этот поворот позволит открыть короткие маршруты от метро в отдаленные районы Юго-Западный, Западный, Станиславский. Еще один масштабный проект в Левобережье – продление трамвайных путей на улице Титова до Чистой Слободы. Пока тут полное бездорожье, но уже через год обещают открыть движение. Конечно, таких мест, наверное, немало в городе. Здесь исходили из того, что строится новый жилой микрорайон. И он уже построен практически не в зоне удобной транспортной доступности. На этапе проектирования речь шла о том, что трамвай в Чистую Слободу пойдет через площадь труда. Назвать это скоростной альтернативой прямой автомобильной дороге по Титова, пусть и забитой машинами, сложно. Логичнее было бы проложить маршрут по той же Вертковской. Возможно, чиновники еще передумают. Если на левом берегу восстановить трамвайное движение можно относительно небольшими усилиями, то на правом берегу, по мнению экспертов, сеть разрушена практически необратимо. Мы считаем, что было преступлением ликвидация трамвайной линии из проспекта Дзержинского от станции метро «Березовая роща». Ее туда надо восстановить. Во всем мире трамвай – эффективное решение транспортной проблемы мегаполисов. У нас до сих пор неповоротливый раритет. В Новосибирске средняя скорость вагонов чуть больше 14 км в час. Впрочем, именно Новосибирск может стать одним из первых городов России, где построят современную скоростную линию. Проект готов. Осталось найти инвесторов.